Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Спасибо всем, кто смотрит, слушает. Первый и единственный в стране телеканал с инхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ» — это программа «Лучшее в стране». Меня зовут Александра Хайрулина. Я очень рада и счастлива представить вам своих сегодняшних гостей. Борис Грачевский, Екатерина Белоцерковская. Здравствуйте, мои дорогие и хорошие. Очень приятно вас видеть. Ну, необходимо сказать все-таки, что создатель детского киножурнала «Яролаш». Хотя мне кажется, что ваше имя и фамилия — актриса и певица. Да, конечно, добавляем все звания. Друзья, многие сейчас подумали, наверное, что мы будем говорить про «Яролаш». Мы обязательно о нем будем говорить, но чуть позже. Прежде мы должны заявить о том, что многие уже... Неожиданный повод, да, для всех? Да, для встречи. Знаешь, что зрители и слушатели, многие уже в курсе, потому что видели в эфире совместный потрясающий новогодний клип и песня с Новым Годом. Спасибо вам огромное. Борис Ильич, ну, слова ваши? Музыка ваша? Нет, 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 нет. У нас есть авторы замечательные. Это композитор Анатолий Войницкий и поэт Жанна Данцева. Они живут в Риге. Это наши друзья, которые вот нам подарили эту песню. И в прошлый год она практически в ноль Нового Года попала. Ее не как бы... И вот она вот ждала своего часа. И ждала этого снега, чтобы снять. И не напрасно, потому что клип получился невероятно красивый и атмосферный. Ну, хочется, конечно, спросить, в общем, чья была идея? Кто режиссер-постановщик? Ну, у нас есть режиссер-постановщик Виктория Фанасютина, наш режиссер Яровашный. Она снимала, потому что я честно сказал, что я сам себя не могу. Я не объективно начинаю. Я говорю, давай ругай, критикуй меня. Ну, конечно, во всем я тоже принимал участие, я же без этого не могу. Вот. И мы вместе все сделали. Поэтому это время никакого, как всегда, не было. Надо было быстрее успеть. И к нашему счастью выпал беленький снежок. Это знак, конечно. Поэтому была отдана моя дача, наша дача с Катей, под... Симушную площадку. Под весь разбор. Под это. И мы... Вся команда Яровашев с удовольствием работала. И я приоткрою секрет, что все, кто там еще участвует, это все прямое отношение к Яровашу. Они с удовольствием это делали все. Водители, второй режиссер, ассистент по артистам, по детям. Кто еще? Руководитель нашего театрального объединения Яроваш театра. И даже директор Яроваша. Да, и генеральный директор Яроваша, он вообще потрясающий. Так удобненько, вообще надо сказать. Да, да, да. Только одна актриса сказала, а можно я тоже снимусь? Я говорю, мы только будем счастливы. Актриса, которая снималась в Яроваше уже несколько раз. И у меня в большой картине. Татьяна Корабельчика. Вот она единственная актриса. Остальные все, ну, актрису не считать. Ну, как считать надо, профессиональное образование. Тут никуда не денешься. Это правда, МХАТовка. Вот. Борис Юрьевич, дорогой, ну вот 43 года Яроваш. За дня в день на съемочной площадке. И новогодний клип, супруга, все близкие, все сотрудники танцуют. Ощущения разные, скажите? Знаете, нет, ну работа есть работа, всегда. И я крайне редко снимаю Яроваш, ну, крайне редко. Последний раз я играл, по-моему, такого старика Хатабыча из бутылки выскакивал. Такой был, дед, смешной. Ну, тоже хорошая роль. Да, была. Но это было от того, что мы снимали это на юге. Никого артистов не дозовешься. Некогда всем. И мне пришлось самому играть. Поэтому я крайне редко играю. Я больше, так сказать, покомандовать готов. Но тем не менее, знаете, мы как его снимали, у меня какое-то ощущение, что Новый год практически вот, завтра. Что вы уже его празднуете. Вот у меня все время, я говорю, да подожди ты, еще там неделя, полторы. Я говорю, мы же быстрее, туда-сюда. Поэтому я, так сказать, говорю, что все было вот отношение и веселье, все было вот на площадке только для того, чтобы создать радость. Дело все в том, что когда ты всю жизнь создаешь радость, но немножко другого характера. Всегда в самые скучные времена Новый год был таким праздником и радостью, без которой невозможно было перебить праздник Нового года. Это всегда какой-то старые времена было очень, все это как бы, по сравнению с тем, что сегодня, может быть, скучнее. Но все равно был такой праздник. И это одна мандаринка, которая лежала в подарке Деда Мороза, которую выдавали. Оно было как счастье. Ее есть было невозможно, кислятина вечно не доесть. Это жутко, она не чистилась. Если ее, в общем, это что-то, но запах у нее был такой, мы его вынюхивали. Запах Нового года, это точно мандарин. Зато дома мешок теперь мандарин. Уже? Мы только что были в Абхазии. В Абхазии были, купили и купили, привезли с тобой прям мешок мандарин. Они, конечно, не такие красивые, как продаются в Москве уже теперь. Но в моем детстве такие вот были. Катенька, я хочу спросить у тебя, скажи, пожалуйста, это твоя первая роль Снегурочки была в жизни? Нет, не первая. Да что ты? Честно, не первая. Было время, я служила в детском театре, в Театре юного зрителя. И, значит, когда я служила, мне все время доставались роли Снегурочек. Это в Астрахани еще было? Да, мне все время доставались роли Снегурочек. Мне все время так хотелось сыграть лису. А какая-то, не дожди, а ты брюнетка. Как выходили из этой ситуации? А, кстати, ты и ботинка бывала. Очень просто. Вплетали белую косу, одевали шапку. Кокошник какой-то, да, и все. Ну, вообще, не так как... Вообще легко. В общем-то, это ты никаких трудностей не испытывала. Глазки меня подрисовывали. И все было хорошо. Ну, и тоже было комфортно на площадке работать. Да. Были какие-то казусные? Во время съемок? Да, что-нибудь, какие-то моменты. Конечно, были. Он рухнул. Он рухнул просто. Нет, там был потрясающий момент. Я, значит, подбрасываю мандарины вверх. Так. Камера сверху. И подо мной разваливается в клочья кресло. Кресло привезли из специального реквизита. Говорит, лучше вот такие кресла. Я говорю, хорошо, лучше. И оно разваливается, я лечу и падаю. И, к сожалению, все так бросились, что это нельзя было невкусно. Но по картинке у нас ездили я, где я лечу, но со всего мак. Но это очень смешно было, весело. И еще очень было интересно с нашей собакой. Мы попытались, чтобы она участвовала, Шейла, Лабрадор. Я говорю, Шейла, она поворачивает и смотрит на Деда Мороза. Она нас не узнала. И не узнала. И не узнала, конечно. Ну, ее дала она меня, и не может ничего понять. И Шейла. Голос вроде бы. Голос, слышишь, да. Кто это? Кто это? Она не узнает. Собака была потрясена, просто потрясена была. Ну, надо же сказать, что эта работа, песня и клип с Новым годом, она далеко не первая, что в творчестве Кати, что у вас, Борисович. Нет, вот такая вот она первая, как раз таки. Новогодняя. Ну, ты же поешь. Нет, ну я пою, но я пела каверы, чаще всего у меня своих не было песен. Но зато теперь, в ближайшее время, вот этот год, я поставила себе такую планку и задачку. Мне интересно стало реализовать такой проект, меня как певицы, да. И уже в феврале, я надеюсь, что вы меня позовете. С удовольствием, конечно. Я приду к вам с новой песней, которую написала Юлечка Беретта. Просто очень красивая песня. Сейчас уже в Риге делают аранжировку на студии Анток. Только нам нужно сразу с клипом, Борис. Позаботьтесь об этом, пожалуйста. С клипом, так. Вот правильно, Сашенька, правильно. Активирована в лучших традициях, как вы это умеете. Не забываем. Нам нужен там аэропорт, пару самолетов. Начинается, да-да-да. Я пойду тихонечко застрелюсь и поработаю. Так, спокойно, спокойно. Два клипа в один год, это многовато. Многовато. Надо пять. Я шучу, мне очень нравится, как она поет, у нее замечательный голос. Кать, псевдонима никакого не будет. Екатерина Белоцерковская, правильно? Какой псевдоним? Нет, не будет. Очень красиво, да. Я просто интересную, мама ли, может быть, она что-то решит. Я была и лауреатом раньше всяким. Мне нравится моя фамилия. А это же правда, что ты выступала на фестивале «Славянский базар»? Было как-то такое. Ну, было дело, но я как-то уже об этом не вспомнила. Вы так скромно, так скромно было дело. Это было и есть маленького, было 17 лет назад, что об этом вспоминать и думать. У вас очень скромная жена, Борисович. Я об этом вообще не говорю. Очень скромная жена. Ну, сейчас да. Вот сейчас да. Аня, это после вашей работы, воспитания? Нет, нет. Нет, она удивительный характер у нее, правда. Удивительный характер. Удивительно сложный. Я говорю, она очень хорошая. Не знаю. На любом случае вы очень подходите. Вы мне ее говорите, вы мне ее испортите. Надо же не жестко, жестко. Борис, ну что касается вашей певческой карьеры, она же тоже как таковая существует. У вас песня замечательная, я знаю. Я думал, что что-что петь я не буду и не умею. Но тут один канал. Врет. Один канал. Начал, значит, меня уговаривать. Я говорю, да я не пою. Нет, вот мы собираем людей, которые не поют. И я спел. Я спел свою любимую песню. Этот самый, как она называется, господи. Одинокая гармония. Макроусовскую песню. Спел, потому что я очень... Я дружил с сыном Макроусова и видел их живьем. Бориса Макроусова. И я говорю, я вот эту спою. Они говорят, и мальчишки, и девчонки. Я говорю, ну хорошо. Я спел, и мальчишки, и девчонки. И вот, и там мы уже воевали с... И меня вывели с Дюжевым, с Димой, значит. Он меня, конечно, победил. Красарчик этот. И тем не менее, значит, и с тех пор как-то потом мой товарищ, Роман Булгачев, значит, говорит, а давай споем. Я говорю, ну я не знаю, ну давай. И я вот записал песню «Мама». И эта песня является теперь каким-то моим, наверное, визитной карточкой. Абсолютно полная противоположность меня, моего настроения. Красивая песня о маме, которая между звезд спряталась. Заблудилась мама, да, и с небес смотрит за мной. И все рыдают в зале. Я уже теперь, когда пою, я вот смотрю вверх, потому что я один раз с симфоническим оркестром пел маму. Впереди сел четыре женщины. Они так рыдали, что у меня перехватило здесь. Тоже комок, да? Встало, потому что у меня у самого уже 20 лет нет мамы. И вот тут вот захватило, и я начал давиться. И я вот так вот, я говорю, все, я теперь буду смотреть так сверху или в небо. Потому что это, ну я много же уже записал песен. Потом мы с домисольками очень много, практически каждое лето мы с домисольками, замечательным детским коллективом поем какую-нибудь песенку. Записываем, делаем вместе и вместе поем. Так что у нас много песен. Как хорошо все складывается теперь еще. Катюша и, в общем, огромная концертная программа в итоге может получиться. Недавно я сделал песню. Мы сделали вместе замечательной композитором, певицей и поэтом Любаша. Да, да, конечно, знают все ее. Да, с Танечкой. Мы сделали песню, она называется «Я ревную тебя». Ну такая, такая пронзительная песня позовет и споем. Хорошо, договорились. Друзья, мы прервемся совсем ненадолго. И будьте, пожалуйста, поблизости обязательно, потому что уже скоро посмотрим клип с Новым годом от Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской. Это программа «Лучшее в стране». В общем, Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская поздравляют нас, и находясь здесь в студии, и, конечно, с клипом. Ну, спасибо вам огромное еще раз. Да, огромное спасибо за красивую, сказочную атмосферу. А выяснилось, что клип-то снимали прямо в декабре. Я-то подумала, что может быть заранее. В том-то все и дело, что выпал снежок, и мы бегом побежали быстрее. Украшать дом, это же как, специально нарядили елку, все сделали. И она так и стоит, ну сколько-то уже, две недели прошло, да? Да. Две недели назад мы просто бегом, бегом, и вот почему-то, так сказать, просто на глазах, как это, блинчик пока не остался, бегом, бегом, бегом. Конечно, надо было в прошлом году писать, но как-то все растаяло опять. Все в свое время, это хорошо, что даже сейчас созрело. А снеговик настоящий или бутафорский? Это секрет. Это секрет. Но могу сказать, он снимался в Яралаше, в роли снеговика. Да, так это актер снеговик, это не просто какой-то там снеговик, это уже звездный снеговик. Ну, знаете, как мы только сняли, тут же растаял снег. Тут же исчез у нас, ну, в смысле, под Москвой исчез снег. Так это значит, снег-то был тоже не случайно, он был именно как раз специально для съемок. Ну, практически, да, 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 очень. Я хочу предложить нам сейчас прям сразу даже посмотреть бэкстейдж, как проходили съемки этого клипа. Ну, посмотрите. Да, давайте посмотрим. Давайте его запустим. Ну, и, кстати говоря, поскольку там нет, я так понимаю, никаких слов, мы с вами можем комментировать это дело. А там музыка идет, должна идти. Ой. А музыки нету? Простите, это что? Идет, идет, идет. Вот она, вот смотрите. Там идет музыка? Да, идет, идет песня. Вот, смотрите, я как раз превращаюсь в этого Деда Мороза. Легким движением руки. Собственная дача. Да, 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 да. Только что был такой страшный черный. Детские письма. Артист. Вот вся команда работает. Вот смотрите. Серьезно, снегурку готовят сейчас. Готовит снегурку. Вот видите, камера. Новогодняя. Все яролашное. Кролик какой замечательный. Замечательный, он беленький такой. Вы представляете, ему нельзя капусту есть. Такой кролик, да, да, да. Он какой-то другой совсем. Камин настоящий, да? Да, 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 да. Вон оператор. Я забыл сказать, что оператор Анатолий Петрига тоже устарался. Я жонглирую, причем я не знала, что я умею жонглировать на самом деле. Это был открытие таланта кровать. Нет, но я все время всем говорю, когда меня спрашивают, я прихожу на камни. Вот водители, наши помощники, видите? Камерамены все. Вот режиссер, это Вика Фомасутина. Причем она все время говорит, поди посмотри дубль, я говорю, не буду. Специально, да? Я говорю, я не буду, я сейчас... Вот он упал. Бывал, я упал, видите, грохнулся. Боже мой, так опасные моменты-то какие. И такой Миша лежит, видите? Это ваш, да? Да, это дядя Миша, дядя Федор его зовут. Борисович, ну вы же не охотитесь, да? Не охотник? Нет, ну что вы, какой из меня охотник? Рыбат. Я рыбачу с удовольствием. Он махается? Не, не, не. Вот, 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 видите, что не вошло-то? Вот и танец, какой хороший. Слушайте, правда, кореография очень сильная. Вот она, наша собачка. Олень. Мы пытались ее с Оленем сделать. Вот, смотрите. А это моя дочурка позвонила как раз. Мы с ней разговариваем. Папа счастлив, на лице радость. Ну, конечно. Когда с Васей разговариваешь, конечно. У меня такая есть песня про Василису. Песенка. Все, с Новым годом, бокалы с шампанского. Как здорово. Все, да. Это хорошо. Спасибо вам большое. Что-то хотели сказать, да, Борис Юрьевич? Перебил вас? Нет, нет, я просто, у меня есть песенка написанная прямо про Василису, да? Это вами написана песня или тоже кем-то? Нет, это со мной вместе написано. Совместное творчество. Да, да, да. С композитором вместе. Я хочу спросить вот про что. Вы сказали, что вы приехали прямо после съемок сегодня к нам, да, практически? Сейчас идет съемка и удивительно. Я понимаю, конечно, никто не успеет на Новый год этот сюжет. Но это такая пронзительная история про то, что мальчик встретился со Снегурочкой. И когда он понял, что это настоящая Снегурочка, он начал вокруг нее бегать, переживать. Она сидела у него дома, ждала, когда Дедушка Мороз придет. Он бегал, бегал, кормил ее мороженым. Мороженое кончилось. Он сказал, посиди пять минут, я сейчас бегаю. Он побежал, бежит обратно, встречает ребят. Он пять-семь этих несет мороженым, чтобы она... Они говорят, куда тебе столько? А он говорит, там Снегурочка. Да ладно, врать ты. И когда они пришли, то вместо Снегурочки была маленькая лужица. А зачем вы это сделали? Такая грустная история. Ну, должны быть сказки разные. Не надо. Сказки должны быть разные. Ну, это же новогодняя сказка. Знаете, я всем всегда рассказываю... Она ровно-рогательная такая, нежная. Я всем всегда рассказываю главную притчу, что сядут на крыше две девочки, злая и добрая, и плюют в прохожих. Злая попала три раза, а добрая восемь. И победил, потому что добро всегда побеждает зло. Друзья, мы прервемся ненадолго, совсем очень скоро продолжим общаться. Оставайтесь с нами. А у нас в гостях сегодня Борис Грачевский, Екатерина Белоцерковская. Борис Ильич, очень хочу задать вам вопрос. 43 года, яролаж. И вы до сих пор постоянно находитесь на съемочной площадке. В основном. Нет, ну я не... Секрет другой немножко. Я работаю очень тщательно с режиссерами, со всей командой до съемок, чтобы на съемки кино надо снимать за столом. Ну вот казалось бы, уже же можно позволить себе немножко так, может быть, не всегда вливаться в эту историю. Нет, 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 это невозможно. Все, что я как это... Знаете, когда-то давным-давно «Комсомольская правда» вышла передовая статья, называлась так. Если делать, то по-большому. Вот я стараюсь делать по-большому, если серьезно, то я очень переживаю за каждый абсолютно и сюжет, и каждый кадр, и все это проходит только через мое сердце. Это касается сценария, работы с режиссером, утверждения главных артистов, окончательный монтаж и так далее. Но на съемку я стараюсь не приходить. Пусть режиссер, который работает, свое творчество... Хоть что-то сделает сам, конечно. Мы что-то говорили, не что-то сам, а все вот он делает, а дальше уже через меня пропускаем. Вот. Я очень хочу, чтобы Катя поделилась своим опытом съемок в «Яралаше». Уже же дебют состоялся, я так понимаю. Надо начать с того, что для начала у него удивительно нежный голосок. И у нас в одном сюжете мальчик, значит, встречает лягушку, как выяснилось, волшебную. Царевну? Да, да, царевнука, она прям в короне была, все лягушечка. Она с короной, такая симпатичная лягушка. И озвучивала ее как раз, Катя, своим нежным голоском. Да, очень смешная история была. То есть сначала все-таки появился голос, Катя, Ералашка. Да, сначала голос появился в образе лягушки. Ну, не очень она лягушку похожа, не очень. Да, конечно, нет, вообще не похожа. Нет, она была симпатичная лягушка, кстати. Я думаю, что лапки у нее достаточно вкусные были. Нет, у нас был сюжет, где целовал лягушку мальчик, и вся команда пришла целовать, чтобы доказать, что ничего страшного. Я тоже целовал лягушку. Не помогло, не помогло. А потом она снялась в сюжете уже трогательно, смешно. Вот, недавно. Я думаю, что скоро появится этот сюжет. Мы будем ждать с нетерпением. Катя, тебе было каково, скажи, пожалуйста. Я же уверена, наверняка, что твое детство было тоже связано с Ералашем, 100%. Мне было очень комфортно, очень хорошо. Детство, конечно, я выросла на Ералаше. А потом умудрилась выйти замуж за Ералашем. Она очень много помнит. Я говорю, у нас был такой сюжет, но тебе помню. Я помню, нет, я правда помню, я очень хорошо помню, потому что с четырех лет я все время ждала, даже с трех, наверное. Выпуски. И причем мне нравились сами выпуски. Может быть, я что-то где-то не понимала, недопонимала, да? Но картинка меня настолько завораживала. Это вот кино, мне казалось это таким большим, огромным, чем-то таким несопоставимым. Это не мультики, не сказки там какие-то. А мне казалось, это уже прям взрослое кино, которое я так хотела смотреть. А когда я уже начала понимать, я четко помню все эти сюжеты, я их очень любила. Я ждала, и раньше же по телевизору показывали в определенное время, да, в определенный день. Мы все бегом бежали со школы, чтобы посмотреть Ералаш. И это просто было... Приятно слышать такие слова, Лариса? Конечно, приятно. Но я, честно говоря, это не первые слова по этому поводу. Масса взрослых людей встречает меня, отжает, кричает, спасибо вам. Я помню, как-то в Таиланде из-за своего любопытства пошел эти жуткие, значит, шоу эти кошмарные. И они все какие-то там... Я думал, господи, куда я пришел? Ну, у меня любопытство, посмотреть живьем, что это происходит. Эти факинг-леди шоу жуткие. Глянул, и в этот момент показывает человек, спасибо вам за Ералаш. Я говорю, ну, ты нашел место, конечно, достойное, достойное. И вообще масса смешных ситуаций. Недавно два поддатых парня, и один так... Я говорю, это не я. Он говорит ему, видишь, это не он, с тебя 200 рублей. И ушли. Вот так вот. Нет, ну, разные бывают масса смешных историй. Ну, самое главное, видно, что вы не устаете от этого, что вы с огромным удовольствием общаетесь. Да нет, ну, почему, если люди улыбаются? Я сначала думал, у меня что-нибудь расстегнут, что они так... Потом я уже понял, что они улыбаются, потому что вспоминают Ералаш, что мне очень дорого и важно. И даже пожилые люди говорят, мне 72 года, мне так нравится, что вы делаете. Может, у меня что-то не так? Я говорю, да нет, у вас все нормально. А мне очень нравится, как вы рассказываете, что у вас до сих пор сидит 12-летний режиссер-редактор. А он так и есть, не редактор. Редактор, да, редактор, который четко за всем следил. Он говорит, нафига тебе это? Это не модно, говорит еще, да, допустим, это уже не снимаем. Кто это будет смотреть? Ты что, с ума сошел? Нет, правда, следит абсолютно за всем. А ты знакома с этим 12-летним редактором? Да, очень хорошо. Хорошо, вообще, вот такой... Парень, да? Парень, то, что надо. Так он следит за всем, вот просто даже я чего-то не знаю. Он там начал следить, когда появился Вдуть, да? Я не знала, кто это. Он приходит, говорит, нет, ты что, не знаешь, кто такой Вдуть? Как можно, да? Да она Оксимирона не знает. Ну а что, все с ней разговаривать? Или с Гнойным, ну, понимаешь, да? Нет, Гнойного я знаю. А, Гнойного я знаю. Ну и тогда, понимаешь, я, так сказать, я совершенно мне не нравится рэп. Вообще, как факт. Ну я вот, когда надо было мне, Яролаш, я снимал, я иногда сам снимаю в сюжете учиться-учиться, я его так-то сделал, я сейчас вам просто его зафигачу. Готовы? Да. Значит, это теорема Пифагора рэпом, потому что так учитель преподавал для лучшего познания. Послушай, парень, я тебе расскажу, что и как, но что ты полный тормоз не уезжаешь никак, но это круто, да ладно тебе, не гони. Генов, бойкать, в квадрат возведи, сложи их вместе, не парься, брат. Затем гипотенузу возведи в квадрат. Теперь зацени два этих числа, фильтруй базар, если я шиза, всегда и всюду, и во все времена. Сумма кальций в квадрате равна без всякой мазы шизы и крызы. Квадрату гипотенузы, понял ты? Я считаю, что это надо срочно в школьную программу вести. Вот что должно быть в учебнике. Это потрясающе. А, кстати говоря, даже в интернете кто-то вырезал, какой там учитель это играет. Да. Отдельно прямо, отдельным кусочком. Пусочком так. Но так же легче гораздо ребятам учить, это правда. Я-то расскажу, там мальчик для познания в этом же сюжете, для того, чтобы английский лучше понимался, была учительная стриптизерка. Все, что себя снимал, называл по-английски. Но она сняла достаточно прилично очки, шарфик и туфель. На этом он проснулся, очухался и так далее. Ох, Владимир Владимирович, вот вы, дубщики вы. Я очень хочу спросить еще вот у вас что. Я знаю, что огромное количество студий по всей нашей стране есть, Тиралаш. Да, я могу сказать, что сейчас 31 студия по стране в разных городах. И за рубежом уже где-то есть даже. И даже есть у нас, была в Риге, но сейчас она, так сказать, переквалифицировалась. Нет уже в Риге, но в Казахстане есть. И вот сейчас мы ведем переговоры разные. По всем, по большим городам, по всем есть наши студии. И вот как раз в марте месяце, в школьные каникулы, весенние, мы под Москвой собираем в одном очень живописном месте, недалеко от Москвы, Ершово это называется, там шикарный такой пансионат. И вот мы там собираем всех детей, участников студий, которые будут свои фильмы показывать и соревноваться будут у кого самые лучшие. Это первое. И второе, наверное, может быть самое главное. Любой может поехать на наш фестиваль и доказать, и он будет самый лучший, будут награждены главными ролями в Ералаше. И совершенно неважно, из какого города эти дети. Для нас, наверное, это самое, для всех остальных будет самое. Мне все интересно, мне все важно. Но вот дети, вот у нас же два фестиваля было, они раньше проходили в Орленке у Черного моря. И у нас вот последняя награжденная девочка из Уренгоя, можете представить? Бог знает откуда. Ну из разных, кто победил, поэтому сидит целая комиссия и лучших детей, вот этот кастинг такой, оценочные победители. Причем вы же оплачиваете и дорогу, и проживание. Нет, мы полностью родители, все, нет, это мы все берем на себя абсолютно. Но это очень, так сказать, интересно, смотреть на детей. И мне вот сегодня пишут уже, и кто-то звонил, а что, что приготовить? Что нужно делать, правда? Что хотите, то приготовьте. Как стать участником фестиваля? Ну это нужно обращаться в студии, давайте. От 6 до 12 лет. У нас на сайте Яролаша, я уже не буду подробностей сейчас грузить вас, на сайте Яролаша есть отдельно по этому фестивалю. Это фестиваль, так сказать, такой для нас уже третий. Мы специально взяли огромный пансионат, чтобы всем было удобно, чтобы все были жили хорошо. Да, и большой там зал. Все вместе. Будет прекраснейшее совершенно открытие. Будет очень много всяких мастер-классов, потому что приедут не только наши режиссеры, известные артисты прибудут, и кто вышел из Яролаша будут. В общем, будет масса людей и самых, так сказать, неожиданных, всяких разных, поэтому будет и не только артисты. Вот каскадер придет наш, который будет показывать все это прямо на глазах у детей, и приедет наш любимый Андрей Бахметев, очумелые ручки, которые дети обожают его, когда он начинает все это вырезать и складывать. Вот. Ну, просто вот эти четыре дня будет сумасшедшего дома. Там столько будет сразу. Да, и самое главное, здорово, что еще есть время, и, в принципе, если очень сильно захотеть, то у каждого есть шанс попробовать свой сервис. Да, абсолютно. Мы открыты для всех, и мы совершенно открыты. Все, что мы делаем, мы всем открыты. Скажите мне, пожалуйста, Борис, как вы считаете, вот за эти годы, 43 года, почему никому не удалось даже создать что-то подобное? Ведь если взять радиостанции, телеканалы, журналы, очень много с похожими форматами и так далее. Я вам сейчас объясню, мы родились, Сашенька, мы родились по принципу фитиля. Был такой знаменитый сатирический журнал. Конечно, да. Там были документальные, мы это все исключили, и сатиры никакой нет, есть только чистый юмор. И вы знаете, прошло много-много лет, совсем незадолго до смерти Сергея Владимировича Михалкова, который придумал этот самый фитиль, я встретился с ним в Доме литераторов. Я говорю, здрасте, Сергей Владимирович. Он говорит, здрасте. И видите, что ему за 90-е уже, я думаю, не узнал, меня знал прекрасно, думаю, ну... И я говорю такую фразу, я говорю, Сергей Владимирович, а флаг, который фитиль поднял, Яролаш гордо несет дальше. Что это такое? У меня фраза такая на нервной почве получилась. Он узнал меня, вспомнил, и вдруг он сказал, а Яролаш лучше фитиля, флаг вам в руки. Вот это оценка. Пожал руку, мне и ушел. И вы знаете, до слез меня растрогал, потому что, во-первых, это великий классик был, как писатель, и как человек-придумщик всего, и вот он такие слова. Для меня это была просто, наверное, лучшая благодарность. Ну и народная любовь, которая есть, и множится, и множится еще с годами. Знаете, еще маленький, секундочку вспомнил, встречая одного режиссера, он идет с сыном, а сын говорит, он говорит сыну, пап, познакомься, сын, познакомься, это дядя делает Яролаш. Он так на него посмотрел, пап, ну Яролаш дети делают. И он меня так вот это вот так говорит. Я хочу сейчас предложить всем нам дружно посмотреть выпуск Яролаш. Тогда я сейчас два слова скажу. У нас мы периодически снимаем новогодние сюжеты, которые всегда чем-то, даже когда они в Новый год, они как-то вот, так сказать, всех... Поэтому давайте такой свежайший посмотрим сегодня. Самый свежий, просто эксклюзив, друзья. Внимание на экран и ближе к приемникам смотрим. Кирилл! А? А Дед Мороз к Машульке во сколько придет? А я откуда знаю? В смысле, ты что, его не заказал? Нет. Я думал, ты это сделаешь. Я тут при чем? А кто? Сейчас. По горам, по лесам шел я долго в гости к вам. Ну, кто здесь Деда Мороза ждет? Мы. Здрасте. Здравствуйте. Но мы же вроде как не... А Маша дома? Дома. Хорошо. Машенька! Внученька! Выходи! Дедушка Мороз пришел! А то Дедушка спешит. Дедушка Мороз, ну наконец-то! Я тебя ждала-ждала! А ты подарки-то мне принес? Подарки? О! Да есть подарки, как не быть-то. Но я думал, ты мне для начала стишок прочтешь. А стишок... Ну, можно и стишок. Сейчас. Давай. Шел по лесу Дед Мороз Мимо клёнов и берез Мимо просит, мимо пней Шел по лесу восемь дней Ты точно его не вызывал? Нет. В эту ночь под Новый год Он ребятам их снесет. Все! Умничка! Ну что, теперь подарочки получать будем? Да! Иди ко мне, Машенька. Так. А это откуда? Ну, все. Закончились подарки. Ну, ты довольна? Ага. Ну, и мне пора. С Новым годом! С новым счастьем! Нет, ну это чудеса какие-то. Он даже денег не взял. Вот и не верь после этого волшебства. Слушай. А может он и вправду это? Настоящий Дед Мороз? Мам, пап, мне идет? Очень здорово, дочь. Во! Классо! Да не расстраивайтесь вы. Вам я заказала этот, как его, домашний кинотеатр. Только принесет его Снегурка. Папа, забери свою кредитку. Ох, спасибо большое, Борис Ильич. Это главное, чтобы это не послужило примером для тех дедов, которые вот смотрели. Это важная премьера, еще никто этого Яралаша не видел. Спасибо огромное. Он появится, так сказать, я уже потому, что вы такие милые, хорошие люди, такие веселые. И действительно сегодня такое абсолютно новогоднее у всех состояние. Эксклюзив, да, это правда. Да, поверьте. Я очень хочу с вами поговорить про ваши художественные фильмы. Есть замечательный фильм «Крыша», есть фильм «Между нот» или «Тантрическая симфония», где приняла участие, и Екатерина, где снялась в небольшой роли. Ну, она в небольшой, но для меня очень, так сказать, важной роли, потому что важной в каком плане? Все должно быть как следует, да. Все должно быть как следует. И она именно пела, и она там играет певицу в ресторане, и она спела песню, которую она, мягко говоря, недолюбливает. Да? Так ну, неужели нельзя было заменить? Нет, мне-то она очень упиралась, и я упиралась. Мне нужна была... Ну, что такое подмосковный ресторанчик? Обязательно что играет? На теплоходе музыка играет. Вот так вот. Это ужасно. Но зато потом была песня, которая... И сейчас у нее в репертуаре, потому что она так спела пронзительно «Три счастливых дня». Ну, это песня, да, она очень важная для многих женщин. Она там вообще важна нам всем была, вот эта песня, потому что там это уже, так сказать, близится к финалу, и там события, события, любовь, и она говорит, мы пойдем в ресторан у нас под Москвой, тот говорит, пойдем куда-нибудь в хорошее, в центре. Она говорит, зачем? Меня там никто не знает. Да, здесь всегда. Она танцует и гордо, значит, всем показывает, какой у нее замечательный мужчина. Ну, а дальше всякие события. Это ображдительная картина. Дальше с художественными фильмами. Что, есть что рассказать вам? Планируются им, возможно, какие-то события? Ну, планирую, пока не буду рассказывать. Конечно, хочется еще снимать. Конечно, хочется, чтобы меня понимали. И что-то, так сказать, рассказ. Сейчас я жду на одном из важных каналов четырехсерийную версию, она будет называться вот этого фильма, она будет называться «Любовь по нотам». Они что-то не решились между нотами, не понравилась такая история. А мне кажется, что что-то в этом есть. Вот там блестательный, кстати, актерский состав. Андрей Ильин, который играет главную роль. Меня замучили. Ты взял артиста, который похож на тебя. И я говорю, я вообще, я всегда считал, что Ульин красавчик, а я-то симпатяга, разница большая. Там блистательная Татьяна Кравченко, там одних народных артистов. Владимир Долинский, господи. Виторган. Да, Эммануил Виторган. Дебютировала как раз Янина Мелихова, актриса, которая совершенно случайно попала на эту роль, потому что у меня сбежала актриса утвержденная. И вот буквально за четыре дня случайно актриса утвержденная на маленькую роль. Все к лучшему. На маленькую роль, сказал, попробуйте меня, и она добилась. И такое сыграло, что мы просто открыли рот и сразу ее утвердили. Кать, если говорить о твоем желании, какую роль бы тебе бы хотелось исполнить? Мне вообще хотелось бы какую-нибудь сумасшедшую идиотку. Прям дуру. Что же это у всех? Все красавицы хотят. Действительно. Страшную. Жутко страшную хочется. Все красотки. Нельзя у вас бабу-ягу сыграть. Или какую-нибудь, которая умирает в конце. Ну не знаю почему. То есть это какая-то драма обязательно должна быть? Я не знаю. Какой-нибудь тут жуткий болезнь. Вообще, мне кажется, надо так жить спокойно, тогда ничего не случится. А мне Глуба сказал, что до 50 лет я могу летать в самолетах, а потом два года не надо летать. Мне тут какая-то звездочка на руке непонятная. Да ладно. Теперь, когда мы куда-то летим, я всем говорю, ребята, спокойно, до 50 лет вы со мной. Вы можете со мной летать. Покупайте билеты. И меня берите с собой. Что-то летало со мной. Вы в Сирии были. Да, мы были сейчас в Сирии. Мы много ездим с нашими войсками. Перед тем, как вывели, мы ездим с Министерством обороны. Вы рассказываете, да, вы что-то говорите, как творческий вечер. Не, ну там много нас едет и рассказывают. Там нас ездит целый кинодесант огромный. И, кстати говоря, показывают, взять какой-нибудь премьерный Миролаш, они очень радуются, взрослые. Вот, конечно, конечно. И обязательно что-нибудь пою. Последний раз я пел что-то очень весёлое. Цыганочку завёл всех. Мне всё, наши руководители военные говорят, надо спеть мамой. Я говорю, какая мама перед Новым годом? И, кстати говоря, вот там, мы сейчас были в Абхазии, финалом было как раз... Новогодняя песня. Вот мы эту новогоднюю песню спели. И наружу скакал весь. Скакали все. Сто процентов, да. Борис очень раз признавался, что узнает абсолютно все анекдоты. Да. До сих пор это так, как вы их отслеживаете. Вот появляется новый. Или они сами вас находят. Нет, я только запоминаю смешные и хорошие, поэтому всё и происходит. Смешные, хорошие, свеженькие какие-нибудь. Кать, ты все анекдоты слушаешь? Я не отслеживаю. Я вообще их не запоминаю, я их тут же забываю. То есть мне рассказали... Как хорошо, можно один рассказывать постоянно, и ты можешь смеяться. Нет, ну я потом их вспоминаю и не смеюсь. У меня вообще с юмором вот в плане анекдотов очень сложно. Ну я так чуть-чуть тугаду. Это вот вам... Это для гармонии. Как раз анекдот такой, он очень простенький, но мне очень нравится. Вова, перестань так громко слушать Страну ФМ. Ты оглохнешь. Спасибо, мама, я уже поужинал. Друзья, прервемся ненадолго. Давайте посмотрим и послушаем Страну ФМ. Лучшее в стране. Продолжается программа «Лучшее в стране» в эфире телерадиоканала Страна ФМ. Борис Грачевский, Екатерина Белоцерковская. Про Новый год, Руся, давайте поговорим. Очень хочется. Любопытно узнать все. Будет ли Дед Мороз, хотя вы, конечно, Борис сам прекрасно справляется с ролью. Мы это увидели. Ну, тогда давайте так. Что будет на столе? Будут ли гости? Вот такие подробности. Хочется услышать. Будут. Обязательно будут гости, потому что мы в этом году наконец-то первого числа не уезжаем, остаемся дома. Обычно мы первого улетаем. Да-да, мы уезжаем только пятого или шестого там. В отпуск, да, куда-то вы обезлили? Да-да-да. Обычно так, а в этот раз мы уже шестого улетаем. Ну, мы откроем секрет, как только начинаются морозы, мы улетаем греться, плавать. Теплые края. Да. Красота. И тепленько. Поэтому гости будут обязательно, будем готовить. Ну, Дед Мороз и Снегурочка сэкономим, сами отработаем. Так и быть. Отлично. Так, хорошо. Катю, что будет на столе? Ты готовишь? Я готовлю, я обожаю, я научилась готовить. Когда я сказала ей маме... Я научилась так готовить, оказывается. Подожди, когда я сказала ей маме, еще Катя так готовит, она говорит, Катя готовит. Катя готовит. Я говорю, а Катя вообще не умеет готовить? Я говорю, еще как готовит. И мама была ее потрясена. Она, знаете, она берет прям в интернете, и главное, у нее все получается. Обычно что-то руки-ноги в разные стороны. Нет, конечно, можно даже точь-в-точь повторять. Она меня худеет все время, понимаете, но такими изощренными способами. Если каша с молоком, то молоко из кокоса, например. Потом какую я кашу ем? Булугур. Ты слышала такое? Булугур. Билетельно вообще. Просто, конечно, слышно. И какое-то наэное. Кино. Кино. Киношная такая. Киношная специальная кашка, да. Ну вот. А потом мы постараемся провести с той стороны, все-таки под Москвой, около елочки своей. И я думаю, что будет все вкусно. Ну что, будет кролик. Я не думаю, я знаю, что будет вкусно. Обязательно будет кролик, обязательно. Только не тот, который снимался. Нет, нет, нет. Не тот белоснежный кролик, который в клипе с Новым годом нет уже. Нет, будет фермерский такой вкусный, очень хороший. Я его вкусно замариную, чтобы мясо было сладеньким. Поделись рецептом или секрет. Я его еще не знаю. А, ты еще подготовишься к нему. Не, она вот сейчас абсолютно. Я пока заказала только продукты, честно скажу. То есть мне привезут продукты. Потом я посмотрю какой-нибудь рецепт, найду то, что мне подходит, чтобы это было и диетически, и вкусно. И, в общем, потом я буду готовить. Ну, а какие-то стандартные блюда, такие как оливье, селедка под шубой, это планируется? Не думаю. Она мне оливье не разрешает. У меня был период, я безумно любил оливье, потом был период, я вообще не ел. Сейчас, после того, как я его долго не ел, я готов выесть. Но она говорит, я тебе дам сейчас майонез. Господи, я всю жизнь ел. Я научилась делать зато потрясающий бургер, который можно есть на диете. Крабсбургер. Так, вот это, конечно, интересно. Всем сейчас, всем. Давай не будем говорить, сколько стоит. Ну, есть краба, обязательно, что есть краба. Краба, да, несколько клешни, две клешни купить крабового мяса, да, порубить его мелко. Да. Затем взять креветочки, порубить их тоже мелко. Только надо всё резать ножичком. Потом с яйцом всё это смешать, и котлеты не жарить, а запекать в духовке. И чёрные булки взять, взять чукосалат, руку. Давай, давай, расскажи. И я тоже, кстати. И маринованный огурчик, это потрясающе вкусно. Это что-то с чем-то. Ой, друзья, надо обязательно приготовить, потому что звучит это правда очень вкусно. И чесночный соус обязательно. А вообще, я мечтаю про майонез, она мне не может сделать. Ты можешь мне сделать майонез с моего детства? Обезжиренные. Я не умею делать майонез с твоего детства. У меня не было в том детстве. Возьми рецепт и сделай. Вот я сколько прошу за счёт. Когда вы ссоритесь? Нет, вы никогда не ссоритесь. Вообще не ссоритесь? Я не могу с ней ссориться, потому что у неё глаза становятся как у этой раненой газели. Вот такие вот, и всё, и всё у меня, всё вообще. А я с ним тоже не могу начинать надо мной издеваться, мне смешно. Нет, если на самом деле она говорит, тебе нельзя это, нельзя. Я говорю, вот так вот делай. Ой, мне вот так жалко становится, я даю. Я жалобно так смотрю. Какие чудесные, правда. Я тут же даю, говорю, ну ладно, ешь, ешь. Надо выучить вот это вот выражение газа. Во мне умирацисты разлагаются. Нет, ни в коем случае. Борис Юрьевич, от вас анекдот, если можно. Вы знаете, ну я так сказать, во-первых, я обычно какой-то так ни с того ни сего уже не могу анекдот к какой-то теме. Но вот мы здесь сидим, знаете, анекдот такой, один говорит другому. Представляешь, я вчера был в публичном доме. Выхожу, мне 100 долларов дали. Да ты что, где? Вот адрес. Он тоже пошел туда, выходит, ему дает 50. Он говорит, а Ваньке вчера дали 100. Говорит, ну его ж по телевизору показывали, а тебя только по радио. А нас и по телевизору показывают, и по радио. Я почему здесь, где мои 100 долларов? Нам должны 150? Взять, спасибо вам большое. У нас буквально полторы минуточки остается. Спасибо вам, очень теплое. Только потому что успеть сказать... Перебиваете, Васильевич, когда же такое счастье? Говорю, что удивительная атмосфера, и такой доброжелательности, и действительно интереса ко всему. Спасибо вам огромное. Мы всех ждем на фестивале Яралаш. В марте? И вообще, да. Уходите к нам на Яралаш, мы открыты везде, у нас в интернете 200 миллионов просмотов. Приходите все. И, конечно, смотрите клип... С Новым Годом! Пожелания хочу услышать от вас, Скачуш, твою, Екатерина Белоцерковская. Поздравляю страну с Новым Годом. Ой, я всех так поздравляю с Новым Годом. Знаете, вот самое главное, чтобы у вас все-все было хорошо, чтобы поменьше черных полосочек остались только белые полосочки, чтобы было так же красочно, как у нас в клипе. А главное, будьте здоровы. Все остальное такая ерунда в жизни. И глазки вот эти надо научиться нам всем тоже, как вы делаете друг другу, да? Как вы такие... Теперь моя очередь, да? Дорогие друзья, потому что после такой встречи я по-другому никак не могу сказать. Все, кто вырос на Яралаше, все, кто растет на Яралаше, все, кто помнит Яралаше, да просто все, будьте здоровы и счастливы. Это очень важно. Счастье, оно зависит только от вас самих. Знаете, я сочиняю всякие фразы смешные. Вот есть у меня такая фраза, мы будем жить лучше, у нас просто нет другого выхода. Вот. Я всем желаю абсолютно, чтобы все было лучше, обязательно. И мы все прорвемся. Спасибо вам огромное. Мы вас очень любим. Борис Грачевский, Екатерина Белоцерковская. Мы вас всегда рады видеть в студии с новыми песнями, клипами. Продолжайте в том же духе, и пусть обязательно ваше желание тоже исполнится. Учтите, каждую неделю Новый Яралаш. Зовите, придем. Договорились.